Всем привет! Вы на канале Гораз28. Сегодня будем ремонтировать вот этот компьютер. Он лежит у меня уже больше полгода. Еще летом Никитос его привез в проверку, и у него какая-то проблема с жестким диском была. И видеокарты у него сейчас нет. Видеокарта навернулась. Я туда вставил свой жесткий диск, но он был нестабильный, сектора постоянно сыпались. Короче, так и пролежал он полгода в ожидании диска. Вчера Никитос сгонял в наш нелюбимый всеми ДНС и взял там Western Digital. Блин, Western Digital, ладно. SSD на 120, да, 120 гигабайт. У него есть две недели на проверку. Я думаю, с SSD никаких проблем не будет. В общем, передо мной стоит задача просто оживить этот компьютер. Я даже не помню, что там внутри, только помню, что там материнка на 1155 сокете. Это не точно. Или точно. И так как я не помню, что я в предыдущий раз с ним делал, мы его полностью разберем, прогоним через цинк материнских плат, накатим винду и соберем обратно. И так, короче, я вас всех обманул. На самом деле это не 1155. Я вот начал вскрывать и вспомнил. Я же закидывал сегодня драйвера под этот комп. Они называются ASRock N68. Вскрыл и смотрю, господи, AMD-шка. Я запутался, короче, в компакт. Это все из-за того, что полгода этот комп лежит у меня в гараже. В то же время у меня был еще один компьютер от Никиты. И там действительно был 1155 сокет и дохлая видеокарта. Поэтому я так запутался. Тот комп был его новобрата. И братан уже увез. И вроде как пользуется тем компом. А этот комп он тоже кого-то из родственников привез. Винда, вот мой жесткий диск стоит. Здесь накачано, но жесткий диск отрубается. То есть абсолютно нестабилен. И мучается пытаться на таких жестких дисках работать, когда ты что-то делаешь, делаешь, а он потом теряет связь с компьютером. Пропадает из оборудования. Винда полностью виснет. Ни к чему. Поэтому и было принято решение купить SSD-шник. И он в принципе был полностью настроен. Потому что все уже собрано было. Кстати, задней крышки той правой нету. Поэтому не будем его прогонять через стенд материнских плат. Просто устанавливаем сюда SSD-шник. Накатываем винду. Проверяем. Поставим кое-какой софт. Типа оперы, антивируса. И в принципе все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Итак, у меня ушло полтора часа на все про все приблизительно. Полчаса из них вылетели на то, что у меня недавно сдохла флешка на 64 гига. Мне пришлось свою дополнительную флешку очищать от файлов. Здесь были драйвера для этого компа. Пришлось вставлять ее в гаражный. Там закидывать кое-какую софтину. Все это копировать на флешку. С флешки закидывать уже сюда. И здесь устанавливать. Ну, вот это приблизительно минус полчаса. Так, в среднем винда, ну, по таймеру, по часам было видно, что заняло приблизительно минут 20. При условии, что материнка не обладает разъемами SATA-3. Здесь SATA-2 используется. Итак, кратенько пробежимся по тому, что мы имеем. Материнка ASRock N68CGSFX. Процессор стоит на сокете AM3+, с маркировочкой AMD Phenom 9150E, 4-х ядерный, на 1.8 стоковая частота. Гнать я ничего не собираюсь, потому что не особо умею. Одна планка оперативки на 2 гига. 1,75 гигабайта доступна. То есть остальное отрезано на видеоотображение, потому что нет отдельной видеокарты. Мы едем на встроенном видео. Винда, как видно, была поставлена Windows 7 максималка, 64 разряда. Жесткий диск, даже неправильно сказать, жесткий, твердотельный диск у нас на 120 гигабайт. Из них 98 еще свободно. Блок питания какой-то Color Seed, я не знаю этой фирмы. 350 ватт. Совсем забыл, но перед сборкой, перед отдачей компьютера быстрее всего подключу. Имеется в системнике привод для компакт-дисков, для DVD-дисков. И нет ни одного шлейфа. Быстрее всего я его подключу, потому что, возможно, там родственники Никиты будут пользоваться дисками, но не знаю. И коробочку от твердотельника я тоже здесь вот стяжечкой прицепил. У него есть 2 недели на случай обмена, если что. Ну и так по гарантии, наверное, там какой-то год-то дают. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики на канале. Не забывайте, у нас есть Инстаграм, у нас есть своя группа ВКонтакте, у нас есть второй лайв-канал. Ссылочки на все эти ресурсы будут в описании, также в шапке канала. На этом все. Как всегда, всем всего самого наилучшего. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok